Друзья мои, здравствуйте! Ну, наконец-то у меня появилась возможность показать вам и поблагодарить вас за эту кнопку, за то, что вы меня смотрите, подписываетесь, комментируете, иногда хорошо, иногда как можете. Я вам очень-очень благодарна и хочу рассказать вам, как я пришла к тому, что пришла. В семнадцатом году у меня как-то все так получилось, получилось, получилось вот так вот, что я пришла к куклам и я решила начать снимать мастер-классы. Было, знаете, не поверите, но было очень-очень страшно и мои руки, мало того, что голос трясся, руки тряслись, когда только включалась камера. Я помню, я делала ботинки какие-то, ну, маленькие ботиночки и когда камера только включалась, у меня вот так начинали трястись руки и ботинки, естественно, тоже тряслись. Я не знала, что с этим делать, вот действительно оно прямо вот изнутри откуда-то шло. Я представляла, что там большая аудитория, которая не знает, что со мной сделает. В общем, и первые видео были молчаливые, потому что, ну, не могла я ничего говорить. И так руки тряслись, еще голос дрожал, в общем, ничего не получалось. И потом мне сказали, что давай-ка озвучивай, озвучивай видео, что это за немое кино. Я думала, и так все понятно. Ну, и так вот, вот так я и пошла. Я много раз бросала, мне было некогда. Я как-то вот, ну, понимаете, не занималась я этим каналом. Я просто это делала, как, ну, как вот, было время делала, не было времени не делала. Было желание, да, так, ой, сейчас пойду туда что-нибудь закину на ютуб. А иногда его не было, пропадало оно на полгода, это желание. И вот сейчас оно вернулось, и мне еще и кнопку дали за то, что я вернулась. В общем, спасибо вам огромное, мои хорошие. Ну, не знаю, надо жить по чувствам, или надо жить так вот, как по системе. Ну, когда по системе живешь, оно, в принципе, вот входит вот так в русло. И ты начинаешь действовать и так жить, привыкаешь. И вот теперь я каждые три дня снимаю видео, выкладываю на ютуб. Я привыкла, понимаете, привыкла. Доход идет. Доход, правда, небольшой, но я, наверное, потому что вот так вот, вот так. То есть, то нет. Самый большой у меня доход был от 18 тысяч в месяц с ютуба. А так он 12-13 тысяч. Ну, это когда я занимаюсь этим каналом. А когда не занимаюсь, то, естественно, он приходит через какое-то время, вот так вот. Но мне ютуб сказал, чтобы я видео сняла про кнопку, а не про себя, что я ее наконец-то получила. Она, я ее давно получила, она у меня просто лежала, я ее никак не могла. Я распечатала, дочь ее уже вот так всю обляпала, сказала, это моя, я ее себе заберу. Мужу говорю, повесь ее, пожалуйста, на стену. Говорю, вот тут посерединке у меня тут место есть. Он говорит, нет, я ее смещу, чтобы потом туда еще золотою повесить. Люди в меня верят. А я как-то, не знаю, будет, не будет. Ну, будет хорошо, не будет, тоже хорошо. А страдать не будет по этому поводу. Мои хорошие, я все сказала. Спасибо вам огромное за то, что вы со мной. Если будут вопросы, если вы хотите, чтобы что увидеть хотите на канале, пишите. А я так подумаю, потому что, знаете, как мысль интересно складывается. Когда мне заказ делают по кукле, и у меня приходит идея, и я мастер-класс снимаю, и получается вот такое взаимовыгодное сотрудничество. Так что не стесняйтесь. Ну, критику, знаете, критику не приветствую. Конструктивное приветствую, а вот такое, которое говорит, что я хуже, чем вы, мне такая не нравится, честно скажу. И она как-то, знаете, отбивает желание работать. Поэтому давайте жить дружно, творить. Ну, вот каждый для чего-то сюда прибыл. Бог нас сюда отправил для того, чтобы мы друг другу помогали. Вот в это я точно верю. И в это я не надеюсь, а я знаю это. Спасибо вам. Хороший уже десятый раз, говорю спасибо, я пошла. Все, пока.